В Ульяновской области за последние сутки вакцинировались 800 человек, хотя выходные цифры доходили до 2000. Прирост есть, но до получения коллективного унитета остается прилично. В силу уже вступило постановление Роспотребнадзора по поводу обязательной вакцинации. Первая прививка должна быть сделана до 15 ноября, повторная – до 15 декабря. По-прежнему остро стоит вопрос оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19. Дело не только и не столько в перенаполнении больниц необходимости развертывания новых коек, обеспечения кислородом и лекарствами. Это все достижимо. Суть проблемы в низком уровне вакцинирования населения. В недостаточности, а может и неэффективности проводимая разъяснительная работа с жителями. Сейчас на стационарном лечении прибывают чуть более 11 тысяч пациентов. Для COVID-19 больных развернуто 2900 коек. Из них, по заявлению министра здравоохранения, 112 свободные. Кроме того, в период пандемии в регионе отменили плановую диспансеризацию. Профилактические медосмотры оставили лишь для детей-сирот и тех, кто переболел коронавирусом. Последние две недели отмечаем умеренный рост. Но не могу сказать, что мы находимся в четыре. В первую очередь связано с дефицитами персонала. От кадрового голода также страдают в поликлиниках номер 3 и 4. В детской городской больнице не хватает специалистов и новоспасской здравницы. Налицо не только отсутствие врачей, но и бесконечные очереди. По данным ОГКУ, правительство для граждан, люди также продолжают жаловаться на отсутствие возможности дозвониться до регистратуры родной поликлиники. Одно из предложений – решение этой проблемы – увеличить мощности колл-центра и сделать там три смены. Вы сейчас сказали по поводу колл-центра, мы увеличение количества. Мы об этом тоже предлагаем сделать, но у нас была практика работы в WhatsApp и в Telegram. Давайте возвращаться к этой теме. Это как раз там, где можно будет запустить бота, где на основные вопросы человек сможет получить вопрос. И дальше тогда его можно будет сопровождать. Идея создания электронных ботов губернатору пришлась по нраву. Еще один весомый пробел в региональном здравоохранении – информирование пациентов о результатах тестирования на наличие или отсутствие коронавируса. Иногда ожидание ответа занимает до 7 дней. На части здравоохранения также обсудили целесообразность обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65+. 80% летального исхода от коронавирусной инфекции как раз приходится на людей старше 60 лет. У 100% таких пациентов были хронические заболевания. На сегодняшний день у нас в регионе проживает более 200 тысяч граждан старшего поколения. Их полностью привиты где-то 115 880 граждан старше 60 лет. То есть остается где-то порядка 84 тысяч, которые не вакцинированы. И вот в случае введения ограничительных мер связан со специальным коронавирусом и взрослой инфекцией продолжится наша работа поддерживать граждан старшего поколения. Региональный Роспотребнадзор вступился за свободное перемещение пенсионеров. По информации ведомства основной прирост заболеваемости идет от трудоспособного населения. Это 57%. Тем более дачный период подходит к концу. Поэтому число пенсионеров как минимум в общественном транспорте сократится, считают в управлении. Введение обязательной самоизоляции для этой возрастной категории, я думаю, для будет очень взвешенного послода. На данный момент к волонтерской деятельности допускаются лишь при наличии двух компонентов вакцины. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Уллправда ТВ.